Покажу мне конкретно Здравствуйте Ну как добрались? Сейчас я нахожусь в Будапеште, в Венгрии Я приехал проверить свои глаза после операции Остановился я в гостинице небольшой Такая вот гостиночка Идем по навигатору Примерно минут 15 идти Рядом с клиникой Хочу делать маленькие такие влоги Может быть 1-2 влога в месяц Не знаю как получится Мне вообще нравится Путешествовать нравится Города снимать У меня есть на канале несколько роликов Можете посмотреть их Был уже в Нью-Йорке Питер Париж в 15-м году Астана наша столица В 16-м году в апреле в Таджикистане был Сейчас посмотрим куда нам идти Летом 16-го года в прошлом году Я был в Москве Снимал собственный таймлапс проект Какие еще эти кадры в разработке Сейчас ищу музу Решил сделать ролик О поездке в Будапешт Буквально поездка всего лишь 2 дня Занимаем проверку к врачу Тоже хочу поснимать немножко таймлапсиков Вот моя клиника Идем на проверку Здравствуйте Ну как добрались Ну все глаза проверили Все хорошо Идем гулять по городу На смотровую базилика святого Ищу Посмотрим панораму города Свернулся обратно в гостиницу Чтобы забрать путеводитель С картой города Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас хочу пойти Рыбацкий бастион Тоже поснимать и посмотреть Ну были вот здесь Я сейчас перехожу реку Дунай по Наверное одному из самых главных символов Будапешта Это цепной мост Был построен в 1849 году Графом и штоном Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем дальше в сторону Рыбацкого бастиона ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот, кстати, и рыбацкий бастион В средние века, когда рыбаки торговали рыбой рядом В церкове Матиш, она вот, кстати, за мной Под бастионом находился рыбацкий город ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, что церковь Матиаша Украшена приблизительно 250 тысячами цветных черепиц Есть вот на крыше, например Идем внутрь церкви Матиас Вход Полторы тысячи форентов Посмотрим, что там внутри. Благодаря отличной акустике здесь часто проводятся концерты органно и струнно. Продолжение следует... Вот такая вот панорама открывается из Ирбанского бастиона. Мне кажется, это одна из лучших панорам в Будапеште. Плюс она бесплатная. Ну что, идем дальше. Хочу показать, как в Будапеште покупать билеты на общественный транспорт. Это достаточно просто, даже есть русский язык. Вам нужно найти вот такие автоматы, терминалы, выбрать русский язык. Одноразовый билет. 350 стоит. Оплатить без счет фактуры. Можно оплатить наличными, можно оплатить банковской карточкой. У меня есть банковская карточка. Коскома. Выбираем банковской картой. И можно просто PayWay приложить карту. Количество 1. Количество 1. И снизу тоже напечататься билет. Вот он, билетик. Выглядит он таким вот образом. Кстати, этот билет подходит на все виды общественного транспорта. Будапешки. Автобус, метро, трамвай. Цена его 350 поринтов, если покупать на таком терминале. Если платить кондуктору, то цена 450 поринтов. Тоже интересное место с неплохой панорамой. Я нахожусь сейчас у подножья горы Геллер. Рядом вот здесь прямо под горой находится церковь в пещере. Но туда не пойдем, потому что... Сейчас скажу почему. Потому что там нельзя снимать. Сейчас хочу пойти в базилик святого Иштвана. Там должен быть органы либо струнный концерт сегодня вечером. Пойдем посмотрим, получится ли купить билеты туда. Вот так вот. Все классно. У меня есть билет. Через 15 минут начинается концерт органной музыки. Стоимость билета 7000 поринтов. Примерно 28 евро. Идем вовнутрь. КОНЕЦ. 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 Мне интересно знать, стоит ли делать такие ролики во время поездок или нет Ну на этом все, подписывайтесь на мой канал Ну все, до встречи в следующем городе Субтитры сделал DimaTorzok